По данным ВОЗ, в мире ежегодно умирают около 2 миллион человек от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха. По оценкам экспертов, количество автотранспорта превышает возможности города в 10 раз и за прошедшие 20 лет выросло почти на 1000%. Автомобили дают 80-90 выбросов вредных веществ. Кроме этого, очищение воздуха усугубляется из-за сокращения лесных и парковых зон столицы. За счет расширения дорог вырубается большое количество деревьев. Действительно, с началом отопительного сезона и похолодания у нас в Бишкеке начинается смог, покрывает прям таким куполом. И также наши датчики гражданского мониторинга качества воздуха, которые мы уже проводим третий год в Бишкеке, они начинают зашкаливать. Также мы попадаем в международные антирейтинги. Мы на первых местах по вечерам, по утрам из более чем 100 городов мира. Поэтому да, ситуация, можно сказать, плачевная, она не улучшается с каждым годом. То есть, данные, которые мы анализируем, показывают, что вообще улучшений никаких нет. То есть, постоянно, вот допустим, если взять данные за прошлый год, 2018-2019, то мы из 150 дней, 102 дышали небезопасным воздухом в Бишкеке. Основными источниками загрязнения воздуха в столице являются предприятия энергетики, частные жилые дома, использующие для отопления твердый вид топлива. За 10 месяцев 2020 года проведено 269 проверок по соблюдению экологической безопасности по городу Бишкек. И выданы 115 предписаний, сообщили в госэкотехинспекции столицы. Ну, данная ситуация действительно сложилась у нас не сегодня, а уже в течение нескольких лет, постепенно, но особенно усиленно. Уже третий год идет борьба усиленная по регулированию этой сложившейся ситуации. И, конечно, правительство и вообще вся исполнительная власть работает над этим. Уже разработан на основании уже предложений, которые давали все госорганы, касающихся этой ситуации. И на основании этих предложений уже создан план комплексных мероприятий, утвержденный первым вице-премьером Буроновым. Согласно отчетам о загрязнении воздуха в странах Европейского Союза, основная доля преждевременных смертей от загрязненного воздуха приходится на твердой частице размером в 2,5-10 микрометров. Постоянное нахождение частиц в организме человека вызывают воспалительные процессы, которые, в свою очередь, проводят к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть наши датчики, они замеряют такое вещество, как твердые частицы, мелкодисперсные твердые частицы, или PM2,5. Вы наверняка видели, на многих масках есть такой фильтр, и там прямо написано PM2,5. Что это такое? Это мелкодисперсная пыль, такие частички, которые меньше нашего человеческого волоса в 30 раз. У них нет естественных биологических барьеров для нашего организма, поэтому по кровеносной сосуде они везде распространяются, не только в легких. Поэтому от этого вещества ВОЗам Всемирной организации здравоохранения призваны такие болезни, которые вызывают эти частицы именно сердечно-сосудистые заболевания, астма, аллергия и даже онкология легких. Что касается загрязнения воздуха и проблем, связанных с климатическими изменениями, то они требуют глобального подхода, ибо это затрагивает все страны мира. К несчастью, эта проблема существует везде, и важно о ней говорить сегодня, так же, как и о других экологических проблемах, для того, чтобы найти новые пути их решения, отмечают эксперты.